Коротко и по существу. Данный ролик будет посвящен оружию медиков Battlefield 5. Это его первая часть. С вами я, Кадликс Алексей, и мы начинаем. Стэн. Представитель пистолетов-пулемётов у медика, который доступен был по умолчанию и самым первым. Это очень простой в обращении ствол, стабильный, точный, стреляет на дальние дистанции и вблизи, к сожалению, он проигрывает абсолютно всему. Поэтому, если вдруг противник застал вас врасплох, вы можете полагаться только лишь на свою удачу. До этого я перетачивал Стэн на уменьшение отдачи для того, чтобы сделать из него лазерную винтовку, но после некоторого ребаланса я его начал затачивать на хипфайр, потому что отдачи у него и так нет, а вот точность вам необходима для того, чтобы стрелять на дальние дистанции. Так как у Стэна очень низкая скорость полета пули, вести огонь на дальние расстояния затруднительно, особенно стрелять по головам по движущимся целям. Если цель статичная, это какой-нибудь человек на сошках, либо снайпер, да, можно кинуть ему несколько хедшотов, но если цель движется, то это будет уже затруднительно. Поэтому, если вы выбираете Стэн, вам стоит контролировать дистанцию между вами и противником, играть поосторожнее, и этот пистолет-пулемёт очень требователен к вашему АИМу. МП-40 МП-40 По сути, это клон Стэна, и в зависимости от состояния Battlefield, в зависимости от патча, то делает Стэн лучше МП-40, то МП-40 делает лучше Стэна. На текущий момент МП-40 снова лучше Стэна. Это тот же самый пистолет-пулемёт по основным характеристикам, но обладает лучшим хипфайром и чуточку большей отдачей, так как отдачу контролировать не составляет труда в Battlefield 5, а вот улучшение хипфайра дает вам возможность вести огонь на дальней дистанции. Плюс ко всему, МП-40, по моим ощущениям, быстрее летит пуля, и он точнее значительно от бедра. Поэтому, если вдруг противник выбежал на вас, ну кроме, если только он не суоми или дробовиком, вы можете всё-таки зажать гашетку и выйти из схватки победителем. Использовать МП-40 нужно примерно точно так же, как Стэн. Держать дистанцию, стрелять на дальнее расстояние и стараться откидывать дымы для того, чтобы убежать от противника, который пытается на вас наступить. Я предпочитаю между этими двумя вариантами МП-40. Суоми Скорострельный пистолет-пулемёт, который является аналогом АЕК из Battlefield 4. Очень высокая отдача, но при всём при этом очень высокая скорострельность. Для меня это король близкой дистанции. Когда я играю в закрытых помещениях на картах типа Роттердама, я использую очень часто суоми. Эффективная дистанция 15 метров. Всё, что дальше, к сожалению, это уже не ваше. Да, пули будут достигать цели, но урон, который они будут наносить, будет ничтожным. Плюс ко всему, у суоми пули очень лёгкие, поэтому они на расстоянии падают очень сильно и попадать по движущимся целям на расстоянии для вас будет сложно. Затачивать можете на всё, что угодно, главное, чтобы в вашей ветке был увеличенный магазин. Потому что по дефолту патронов не достаёт, а перезарядка у этого пистолета-пулемёта очень долгая. Поэтому 50 патронов – это ваше всё. MP28 или же пистолет-пулемёт. Через жопу. Почему так? Да вы только посмотрите, как персонаж держит данное оружие. Как можно так держать оружие за магазин? За магазин вообще нельзя держать оружие. Да и неудобно так стрелять. Но сейчас не об этом. Мы говорим о технических характеристиках. По сути, это плюс-минус то же самое, что и сооми в случае клонов MP40 и Стэн. Но только чуточку меньше скорострельность, благодаря чему выше стабильность и якобы дальность применения. Но это так не работает из-за одной особенности убогой, которая есть у MP28. Это отдача влево и вправо, или же горизонтально рандомная при каждом нажатии на курок. Ваш ствол может кинуть либо влевую, либо в правую сторону. Поэтому использовать этот ствол лучше зажимом. После того, как вы проконтролировали отдачу первого выстрела, уже ведите цель. Если вы будете сравнивать зелененькие полоски внутри игрового меню Battlefield, то вы подумаете, что MP28 лучше сооми. Но по факту это не так. Даже после того, как я заточил его на уменьшение отдачи в прицеле, это, к сожалению, не помогло. Да, ствол стало кидать влево и вправо меньше, но при всем при этом это осталось. И знай, как это вас может подвести, когда противник подбегает к вам близко, вы начинаете наводиться ему на голову или на тело, но первым выстрелом оружие откидывает влево от модельки или вправо от модельки. Вы тратите драгоценное время для того, чтобы вернуть прицел обратно и получаете дозу свинца от противника и умираете. Поэтому из этих двух вариантов я предпочитаю Суоми. На этом всё. В этом ролике я рассмотрел 4 вида вооружения для медика, рассказал, что они себя представляют, как с ними играть, и сказал вам, что предпочитаю я. Ну а что предпочитаете вы? Пишите об этом обязательно в комментариях, ставьте лайки, предлагайте свои темы для роликов, ну а следующая вторая часть, уже не за горами, которая расскажет об остальном оружии медика. Ну а дальше по всем пройдёмся классом. Всем хорошего дня, с вами был я, Алексей Кадликс, до скорой встречи и пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok